проснулся в 6 утра солнце встало в 6.30 я раньше чем солнце я видим по тайскому времени все еще встаю к завтраку чтобы успеть думаю так я кофе попил поел что делать с учетом того что нос заложен горло боли думаю надо не таблетки принимать а идти воздухом дышать продышаться и вообще побольше нагрузки себе давать вот поэтому давайте пойдем прогуляемся посмотрим что в дубае происходит по утрам а потом спич какой нибудь сделаю я тут недавно дня в программу смотрел случайно на человека которого не подписан но аля travel влоге рассказывает о городах о том как они неудачно устроены вот и короче он по полной опустил дубай о чем-то можно соглашаться есть там в принципе готов его прик покритиковать с точки зрения пешехода но во всем остальном мне кажется человек не прав в дубай забавная система переходов она ступенчатая видите здесь нельзя по прямой пройти как бы получается ступенечка вы должны немножечко и ради безопасности и ради того чтобы допустим скутеры снизили скорость велосипедисты и прочие участники дорогого движения поэтому здесь все таким образом устроено это вот некая специфика не знаю к чему относятся видите вот то что я говорил вот дорога и вот так здесь принято это товарищ который говорил про дубай сказала это вообще город пустыня город стекляшка вот я сейчас иду по городу пустыне городе стекляшки великолепно огромное количество зелени с водой здесь все нормально я не знаю как уж они его присняют сколько денег на все это уходит но все прекрасно все зелено все хорошо опять же это не я восхваляю город это мой аргумент тем людям которые рассказывают о том что дубай это адский ад пустыни в нем ничего нет здесь много прогулочных зон здесь прям либо внутри микрорайонов вот сейчас я внутри района все зелено все прекрасно как вы видите белые дорожки скутеры все утопает в зелени так что не верьте не верьте сплетен про дубай давайте вам немного зелени в ленту у вас снег холодно поэтому чуть-чуть погреться вот 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 город как любой туристический коммерческий город в данном случае больше коммерческий готов к новому году все украшаются светится все создает условия для того чтобы люди отдыхали и тратили свои денежки в таване мы были в две тысячи пятьсот шестьдесят шестом году здесь пожалуйста вам 30 февраля название кафе арабские товарищи если чего-то не придумали то они с удовольствием заимствуют эти идеи у других то есть ну во первых что касается оздоровления нации они понимают что у них нации мало двигающихся поэтому они каким-то образом стимулируют хотя это лучшим стимулом конечно является для тех кто здесь живет для экспатов пока я в таиланде был здесь проходил марафон к нему готовились несколько месяцев ради марафона перекрыли центральные шоссе то есть представьте в москве перекрыть там ленинградку тверскую и так далее то есть ради пробега участвовал младший шейх вместе с первым космонавтом арабским много-много-много людей они вообще любят такие мероприятия любят сплачивать то здесь проходит по субботам и воскресеньям хотите собачьи площадки хотите фли маркеты много-много всего то есть это как компенсация того что нет музеев и чем бы вам еще заняться поэтому какие-то субботние и воскресные мероприятия здесь проходят помимо ресторанов помимо тусовок помимо еды кстати тут натолкнул мне на идею что обещанный мишлен будет но на самом деле нашел более прекрасный ресторан на котором отличнейший отзыв ресторан японской кухни поэтому наверное мы лучше сгоняем с вами туда это будет красиво это будет вкусно это будет на берегу лагуны так что думаю это будет а Субтитры создавал DimaTorzok Ну и как в любом благотворительном марафоне, здесь главное не победа, а участие, поэтому можете просто пройти дистанцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где комфортнее, спрашивают некоторые из вас. Здесь или в Таиланде? Знаете, честно говоря, невозможно сравнить. Таилан совершенно другой климат. Вот в субтропике. Зелено, влажно, очень хорошо, комфортно. Но там атмосфера релакса. Помните, когда вы ходите из аэропорта, вы помните, что все уже. Релакс, вы обнуляетесь. Вы не знаете ни дней, ни недели, никуда не торопитесь. Если у вас есть сон, завтрак или прием пищи любой, завтрак, обед, ужин, пляж и релакс полный. Здесь такого релакса нет. Это город все-таки коммерческий, в нем чувствуется драйв. Ну и даже несмотря на обилие зелени и прочего, он совершенно другой. Здесь нет релакса. Здесь отдыхают глаза на всем, на каких-то маленьких фишечках, которые они делают. Будь то дизайнерские, архитектурные, ландшафтные, но все равно он очень такой живой город. Он не для релаксов невозможно сравнить. Зелено, красиво, все прекрасно. Ну это был так, короткий забег, который случайно тут случился по поводу того, что я вышел погулять. То есть на самом деле ранней пташкой нужно быть, потому что забег начался, вернее сбор в 8, в 8.30 они пробежали. Ну плюс там с учетом того, что это будет варительное, все вносили какие-то определенные депозиты, депозиты, там какой-то кафешки и так далее. Ну а я думаю, надо прогуляться, выпить где-нибудь кофе. И с учетом того, что мне лучше, я продышался, горло не болит. Ночью адски болел, аж куда-то в мозг отдавал он. Вот. И можно гулять дальше. На улице прекраснейшая погода, зря я взял толстовку, она для меня лишняя уже. Пойдемте прогуляемся, еще что-нибудь посмотрим. В общем, рядом мол есть. Есть неохота. Я пока в размышлениях, короче. Пойдемте. О, а не прокатиться ли нам на нем? Сообщественный транспорт в Дубае все так себе. Потому что город планировался не под пешеходов, не под какие-то такие передвижения больших масс людей. Поэтому чисто теоретически вдоль побережья есть две линии метро, которыми большинство людей пользуются. Я живу на одной из линий, это очень удобно. То есть здесь и залив, здесь и метро. На метро можно добраться до центра города, можно в обратную сторону, в сторону экспо или в сторону аэропорта. Это все легко. Те, кто живет чуть глубже, подразумевается, либо у вас есть своя машина, либо вы пользуетесь такси, либо вы наоборот нанимаете какого-нибудь человека за определенную плату, и он каждое утро приезжает, забирает вас, каждый вечер, соответственно, отвозит. Такое очень часто практикуется и достаточно выгодно на фоне того, что если ты живешь чуть глубже, ценник на квартиру достаточно ниже, а районы просто потрясающие. Помимо этого есть трамвай. Трамваи в основном находятся, вернее, остановки трамвая ближе к Марине. Дубай-Марина это все-таки туристическая зона, и поэтому тут помогли, сделали так, чтобы туристам было полегче передвигаться, и уходят в сторону интернет-сети Аль-Сукейма. То есть он здесь связан. И можно с трамвая пересесть на вот этот монорельс. Монорельс находится в самом начале Пальмы, и доехать до конца Пальмы в сторону Атлантиса. Не знаю смысл, им мало кто пользуется, но пойдемте посмотрим как.